Фэрад вернулся на работу. Он приходил к тебе? С чем придёт? С чем? Он никогда не сможет меня поймать. Вы уже должны принять, что я проживу до конца своих дней, как саваж. Мама вкуснее готовила это блюдо. Пусть земля будет пухом. Лето пришло, цветочки распустились. Пчёлы всегда летали. Пчела жужжит, пчела жужжит. Пчела жужжит. Пчела жужжит. Да, что моя дочка мне обещала? Помнишь? Я никому не буду говорить про дядей. Именно так. Если спросят что-то, моя дочка ничегошеньки не знает. Мы договорились? Договорились. Отлично. Папа, они беглецы? Скажем так, они играют в долгие прятки. Ясно? А от кого они прячутся? От полицейских. Не переживай, папа. Я умею хранить секреты. Сейчас съем твой урод, который говорит про это. И поцелую в животик. Держи мою руку. Давай в школу. Ты много знаешь, идём. Прошу вас, госпожа. Учительница, доброе утро. Добро пожаловать. Итак, я привёл госпожу на злы, вот прошу. Добро пожаловать на злы. Хороших уроков, доброго дня. Спасибо, доброго дня. Будь послушной, девочка. Увидимся, папа. Захид Ессари. А ты что здесь забыл? Нам нужно поговорить, господин прокурор. Паша, по словам моего седьмого брата, машина Ибо тут. Немного подальше. Хаджи, скажу тебе кое-что. А вдруг это ловушка? Нет, нет. Седьмому брату можно доверять. Вот пятый брат может подставить. Ему доверять нельзя. Что поделать? В каждой семье бывает такое. Наши мамы не виноваты. Сынок, у нас каждый раз проблемы, когда мы приезжаем в твой район. Нужно быть очень осторожными. Вдруг опять появится сын твоего дяди. Ты про Биньямина? Высокий такой. Какая разница, как его зовут? Настоящий... Паша, знаешь, в школе я был выше этого Бюно. Но потом он начал играть в баскетбол, а я в футбол. Мама рано прекратила меня кормить грудным молоком, поэтому я не стал таким высоким. Хаджи, послушай. Ты помнишь слова клана? Он сказал, что не сдаст в полиции, а сразу выстрелит в голову. Ты же знаешь, да? Нам нужно быть очень осторожными. Он может только антисептик брызнуть мне на руку. Мой Паша. Он раньше чистил мою обувь. Боже мой. Мне все равно, братец. Они не должны тебя видеть никак. Я выйду из машины, когда мы доедем, подойду к той машине и сообщу Бекко. Хорошо? А потом мы уедем, на этом все. Вот ты сказал про Бекко. Он такое сделал. Пошел и привел к нам оператора, потому что у нас были съемки. Однако утром шутил про то, оператор ли я. По-моему, у этого парня проблемы с юмором. Ради Аллаха, что говорю я и что говоришь ты. Не своди меня с ума. Сынок, ты с ума сошел? Я тебе говорю, что ты должен ждать в машине. Не затягивай больше. Я выйду и со всем разберусь. На этом все. Мой Паша, успокойся. Для Хаджи Алла Гёза, родной район, очень многое значит. Мы идем вместе. Выходи давай. Мой Паша, видишь женщину, которая сидит возле машины. Она моя невестка. Рядом с ней тоже моя невестка. Женщина, которая грызет семечки напротив, тоже моя невестка. Которая сидит наверху? Да. Она самая большая сплетница. Утром в девять встает и смотрит новости. Это она промыла мозги моей жене. Хаджи Джан, быстро спустись отсюда. Спускайся. Эта машина проклята, проклята. Что значит Хаджи Джан, сынок? У нас обычаи такие. Детей называют моим именем. Хаджи Джан, Хаджи Су, Хаджи Табрак. Из тебя вышел бы неплохой Хаджи Су. Пропади пропадом твое имя, Хаджи Джан. Аллах, ты же велик. Этот ребенок станет для нас такой же проблемой, как его дядя Хаджи. Ты молись за меня. Пусть твой дом обрушится. А почему они держат здесь машину? Паша, это причина для моего стыда. Поставили машину туда, чтобы всегда помнить и проклинать меня за то, что это я убил ибо. Доска позора. У вас очень странный клан, братец. Ладно, пойдем разберемся с этим делом. Стой, Паша. У меня в голове прекрасная идея. Мы заберем эту машину без проблем. Идем со мной. Хотите, чтобы я перестал гоняться за барышом? Наоборот. Я хочу, чтобы ты за ним гонялся. Что происходит? Я ведь пришел сюда не воевать, а договариваться. Ну и что это за договор? Если предложишь мне деньги, чтобы я не задерживал твоего сына? Нет. Я предлагаю тебе барыша. Я приду к тебе. С доказательствами того, что барыш не является Савашим. Если понадобится, то и свидетелем буду. А тебе-то это зачем? Да уже не имеет значения. Для чего, что делается или не делается, господин уважаемый прокурор. Ну а от меня что вы хотите взамен? Да ничего. Хочу, чтобы раскрыли личность барыша, чтобы он понес наказание за все преступления. Вот на этом, собственно, и все. Понесет. Захотите вы этого или нет, но он ответит за все. Однако, есть у меня небольшое условие. Сделаем это дело так тихо, насколько это возможно. Не понял? Не иди с полицией, когда будешь забирать барыша. Мы и так опозорились достаточно на всю страну. Ты забери сам. И сам отведи в суд. А потом, проси у меня все, что хочешь. Я могу быть и свидетелем, и предоставить тебе доказательства. Тихо такую большую операцию организовать не выйдет. И потом, нам неизвестно, как поступит барыш за этот период. Но мы договорились. Твоего сына я возьму. Но если ты хочешь сыграть со мной в какую-то игру, я и тебя заберу. Ты понял? Договор хороший. Какие дела могут быть у Захида и Феррата? Он торгуется по поводу барыша? Феррат не станет отказываться от своего дела за деньги, господин. Слабость барыша – его жена и ребенок. У Захида нет слабости в лице жены и ребенка. Он всего лишь гонится за своей фамилией. То есть, сеньор? Кажется, Захид продаст барыша. Если правда барыша раскроется, все документы, подписанные от Лиса Саваша, пойдут в мусор. Он правда может такое сделать? Я всего ожидаю от Захида. Раз он перешел к действиям, нам тоже нужно ему ответить, не так ли? Ты сейчас позвони барышу и введи в курс дела. Если с ним что-то случится, мы тоже погорим. Как пожелаете, сеньор, с вашего позволения. Давай. Сестренка, здравствуй. Здравствуй. Это ты, да? Да, я. Меня отправил сюда господин Бюнямин. Твой муж сейфуллах? Да, что такое? Внизу он вмешался в один случай. Он умер? Нет, сестра. Не умер. Но он тяжело ранен. Аллах. Горе-то какое. Иди, иди. Давай. Хаджа, открой это, открой. Брат, тяни, тяни. Брат Паша, кнопка здесь внизу. Хорошо? Тяни, тяни, тяни. Тяни. Давай, 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 давай. Давай. Давай, Паша. Давай, давай, давай. Давай. Жми вниз. Вот так. Вот так. Давай, 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 давай. Иди, иди. Ещё есть, есть. Прикрепляй вот так. Вот так. Берко, помедленнее. Хорошо. Идёт, идёт. Идёт. Потихоньку тяни. Поднимай, поднимай. Поднимай, осторожно. Назад. Назад. Назад, назад. Давай. Потихоньку. Спускай. Паша, вот теперь я смогу доказать, что я невиновен. Я здесь табличку повешу. Хаджи невиновен. Сейчас кто-то придёт, кто-то придёт. Ты всё ещё что-то говоришь. Мы женщинам соврали, иди уже. Давай, Берко, давай. Стой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прошу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты вызвал на допрос Саваша Есари? Опираясь на что, ты это сделал? Опираясь на улики и подозрения. И где эти улики? Сегодня узнаете, главный прокурор. Скажи причину. За что ты вызвал Саваша Есари? Будет правильнее, если я его сюда приведу и с ним здесь поговорю. Ферра, ты не можешь использовать лицо государства, не убедившись, не приведя свидетелей. Я не отдам тебе полицию, команду. А я и не хочу. Сам поеду и заберу. Ты не можешь вести себя так, как тебе хочется, друг мой. Ты разговариваешь со своим начальством. У меня есть полномочия, и ты это знаешь. Я бы сделал это и без полномочий. Уважаемый главный прокурор всех прокуроров. Хорошего дня. Где ты, Барыш? Приехал забрать Джана. Беги. Я вроде не мучаю его, как мой отец. Но и любовь свою не могу нормально показать. Папа! А вот и наш вышел. Я отключаюсь. Целую. Лев мой, как дела? Хорошо. Как прошел твой день? Хорошо. Отлично. А ты голоден? Да. Ага. Пойдем поедим что-нибудь. Хорошо, папа. Когда тебя нет, мама всегда овощами меня кормит. Тогда, может, поедем, поедим блюдо на мангале? Хорошо, папа. Пойдем, да? Господин Барыш, ваш отец поговорил с Ферратом Булутом. Он приедет за вами. Добрый день, господин Барыш. Я государственный прокурор Феррат Булут. Опять? Папа, это дядя папа на злы? Да, милый. Можете отдать это на злы. Она очень любит. Большое спасибо, Джан. Да. Они дети и не знают, что такое вражда. Милый, ты иди поиграй с друзьями пару минут. Я подойду к тебе. Хорошо. Если бы я знал, то прислал бы подарок в честь поздравления. Ты мой самый большой подарок. И правда. Что ты получил взамен? Что он тебе дал? Ты идешь со мной. У меня есть веские основания и свидетели. Ты не превращаешь все в шоу, как в первое время. Если хочешь, еще на камеру выскажись. Больше говорить не о чем уходим, Барыш. Феррат, проваливай отсюда. Парень, не начинай. Иди давай. Хорошо. Ты скажешь, что я что только не делал с тобой при твоей дочери. И ты прав. Я ничего не прошу для себя. Но ты подумай. Это будет последний момент с отцом, который он будет помнить. Позволь мне отвезти его к водителю и прийти. Я тебе с самого начала говорю, что я не такой, как ты. Быстрее. Джан, давай, дорогой, забери свой рюкзак. Увидимся. Застегнешь ремень? Застегни ремень. Я скажу кое-что. Мерзавец. Вот же мерзавец. Каков мерзавец. Убегай. Посмотрим, сколько ты будешь бегать. Убегай, конечно. Вы все чистые, а я один грязный, да? Серьезно? Нет. Продолжение следует. Убегай. Да. Нет невинных людей, ты это прекрасно знаешь, барыш. Но грязь других не сделает тебя чище, так что не обманывай себя. Ты не настоящий, ты не настоящий. Со мной такое уже было. Так и будет, если ты будешь всё время думать об этом... Успокойся, парень, успокойся, спокойно. Да ладно, а ты мне кажешься не настоящим, знаешь? Парень, ты вообще смотришь в зеркало? Кто из нас настоящий, а кто нет? Почему ты так поступаешь со мной? Ты не настоящий. Он настоящий. Успокойся. Ты думаешь, что сможешь навредить мне? Я убил тебя своими руками. Или ты так подумал? Посмотри на всё, что ты пережил. Что за проблемы тебе создал прокурор? Какие планы? Игры? Каждый раз, когда ты думал, что ты победил, ты проигрывал, барыш. Как ты можешь быть так уверен, что я нахожусь в могиле, над которой ты так плачешь? Я зашёл в морг. Поговорил с тобой в морге. Прокурор, свидетель. Послушай, мы с тобой больше, чем просто братья. Это что-то, что можем понять только мы. Когда ты сжёг руки, чтобы не взяли отпечатки пальцев, я почувствовал эту боль своими ладонями. Я тебя убил! Я тебя убил в том доме своими руками! Потому что ты сдал бы меня им! Я убил своего брата! Я тебя... Ты не настоящий! Ты с ума сошёл, парень. Начал верить в то, что придумал у себя в голове. Иди отсюда! Иди! Пожалуйста, уйди отсюда! Это ты меня позвал? Я пришёл, чтобы помочь тебе. Да ещё и я позвал! Разве ты не сказал, что не можешь бороться с отцом? Разве ты не сказал при всех, я остался один? Помоги мне, дружище! Нет, 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 нет! Это какой-то бред! Это не может быть правдой! Малыш? Что случилось? С кем ты разговаривал? По телефону! Нет! 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 Я сам с собой разговаривал! Всё нормально! Я отвезла Джана домой! Барыш! Я могу с тобой поехать? Мне совсем не хочется отправлять тебя одного! Нет! Нет! Нельзя! Может быть опасно ехать вдвоём! Вдвоём нельзя! Нельзя! Госпожа Бюге, у нас ведётся официальный допрос! Вам нужно мне помочь! Где Барыш? Где Барыш? Во-первых, Саваш совсем не приходил домой! А во-вторых, вы очень хорошо знаете Саваша! Вы должны были знать, что в таком случае он не приехал бы домой! Я понимаю! Значит, господин Саваш не приезжал! Хорошо! Джан подарил Назлы игрушку! Назлы была очень рада! Дети провели время вместе! А вот это Назлы отправила Джану! Надеюсь, вы примете! Конечно, приму! Спасибо! Какой хороший! Назлы в порядке? Да! Хорошо! Я вас понимаю! Вы очень любите, и это видно! Но перед нами серийный убийца! Вы ведь это понимаете, да? И в конце концов, мы его понимаем! Я говорю с сожалением, что когда мы его поймаем, я открою дело насчёт того, что вы были его соучастницей! Фэрад, я поздравляю тебя с твоей работой! Я правда очень рада! И я всем сердцем верю в то, что ты будешь успешен! Хорошо, госпожа Бюге! Хорошо! Отдадите это Назлы! Она очень любит! Хочешь денег? Много денег! Тогда заходи на 1xBet! Ведь только тут ты можешь выиграть, ставя на киберспорт и играя в казино и слоты! Получи супербонус 25 тысяч рублей! Участвуй в ежедневных акциях! Стань богаче! Найди сайт 1xBet! Спасибо! И хорошего дня! Хорошего дня! Барыш! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Барыш! Барыш! Как ты спишь? С такой болью! Не надо! Не надо, сынок! Барыш, прошу, не надо! Как ты здесь спишь? Спокойно! Кто знает, в каком состоянии лежит сейчас моя мама? Барыш! Барыш! Как ты спишь здесь, когда моя мама гниет в темноте? Что? Что? Ты будешь умолять? Умоляй! 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 Барыш, умоляю! Не делай этого! Нет! Не надо! Не надо! Посмотри, до чего доходит человек, чтобы выжить! Господин Захид! Ты был вынужден извиниться и умолять сына, которого ты считал за какого-то жука! Я не убью тебя! Но наступит момент, и ты будешь умолять, чтобы я тебя убил! Давай! Спокойной ночи, папа! Вот мерзавец! Вот мерзавец! Что случилось? Не смог убить папу? А еще и меня трусом назвал! Ты! Я тебя убил! Этого недостаточно? Ты уверен? Смотря в зеркало, ты все еще смотришь на меня! Ты это только понял? Тебя нет! Тебя нет! Хоть раз ответь с первого раза! Алло! Алло! Где ты? Зачем тебе это? Барыш, Фырат приехал к нам домой! Он тебя везде ищет, как акула! Он еще долго будет искать! Ты где? Поехал туда, где должен был спрятаться? Еще нет! Сначала я должен убедиться кое в чем! В чем ты должен убедиться? Беги! Я это сделал! Ты тоже знаешь! Он умер! Умер! Кто умер, Барыш? О чем ты говоришь? О ком ты говоришь? Ладно! Стой! Я передумала! Не езжай туда, куда ты собирался поехать! Теперь уже никто не придет сегодня! Пожалуйста, где бы ты ни был сейчас, приезжай домой! Ты меня правда очень пугаешь! Нельзя! Я должен поехать туда, где все началось! Я должен убедиться в том, что он умер! Что значит, я поеду туда, где все началось? Кто умер или не умер, Барыш? О ком ты говоришь? А Саваши? Саваш? Ты едешь на кладбище? Место, где все началось. Ну, хорошо. Пусть тогда все закончится там, где началось. КОНЕЦ Продолжение следует... 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 Продолжение следует...